Самарская школа В месячнике безопасности, в рамках которого проходит мероприятие, участвует и школа номер 98. Взрослые люди должны контролировать, должны помогать нашим детям сделать правильный выбор, идти по правильному пути. На уроке по противодействию экстремизма и терроризма школьникам рассказали, как не стать жертвами вербовки, куда обращаться, если тебя пытаются завербовать. Раздали листовки с алгоритмом действий при обнаружении подозрительного предмета, а также с инструкцией о том, как вести себя при захвате в заложники и во время операции по освобождению. Среди мероприятий, которые проводятся, это не только урочные формы занятий, то есть это не только классные часы, квесты, викторины. Мы также организуем тесное взаимодействие с родителями, выступаем на классных часах с данной проблематикой. Слушателями стали старшеклассники. Елизавета Рузова учится в 11 классе. Девушка состоит в активе школьного музея и уже начала подготовку к предстоящим экзаменам. Лиза рассказывает, обычно в разговоре с друзьями речь об экстремизме и терроризме не заходит, но после прошедшего урока она обязательно поделится новыми знаниями со сверстниками. Сегодня я узнала, что экстремизм бывает не только из-за политических целей, из-за каких-то нравственных или исторических предпосылок. Это важно, чтобы не попадать в такие организации, чтобы не портить себе будущее, потому что это потом отражается и на профессии, и в учебе. И также это ответственность родителей, родители за нас тоже переживают, и родственники, и это для страны очень важно. Сегодня я узнал, что терроризм является действительно очень опасным для современного общества, так как он разрушает политические отношения в нем. Тем, что захватывают заложников, погибает очень много людей в результате терроризма. Мне кажется, если во всех школах будут проводиться такие уроки, то терроризма в будущем станет гораздо меньше. Такие уроки проходят в школе регулярно. Помимо теоретических занятий, в учебном заведении проходят тренировки по гражданской обороне. Сотрудники школы и учащиеся знакомятся с техникой безопасности при угрозе террористических актов. Чтобы занять досуг детей, в школе проводят волонтерские акции, на которых ребята помогают малоимущим семьям, ветеранам, заботятся об экологии, собирая макулатуру. Такие акции повышают социальную активность детей, не давая им свернуть на кривую дорожку.